Добрый день, дорогие мои друзья! Сегодня понедельник. Мы уже сделали два занятия о Луне, но сегодня мы пойдём выше и дальше от планеты Земля. Сегодня мы будем говорить о планетарной октаве. Прекрасное слово, которое также в языке музыки, сольфеджо, музыки сфер, гармонии присутствует очень ярко. Первая октава у нас есть, вторая октава, третья. Мы знаем, что в академическом пении есть люди, у которых три октавы, которые берут очень высокие и чистые низкие ноты. Вот я, например, лирическое сопрано, а сопрано, мэдзо-сопрано у них очень красивые низы. Хочу с вами поделиться, что моя самая любимая опера – это «Золушка». И я с удовольствием размещу вам в комментариях ссылку, потому что в Ютубе есть эта опера, прекрасный опера-фильм с русскими субтитрами. Там немножко другая история, там нет мачехи, там всё наоборот. Мама умерла и есть отчим с двумя злыми сёстрами, с прекрасным юмором, прекрасные костюмы, прекрасные голоса. Так вот, сама «Золушка», она мэдзо-сопрано, для них очень много, наоборот, очень мало ролей, так сказать, в оперном пении. Но у них вот есть вот этот нижний, да, предел очень красивый и верхний. Мы говорили о том, что в Солнечной системе самый близкий к Солнцу – это Меркурий. И в среду я записала достаточно подробное объяснение. Ещё раз говорю, мы не говорим, мы не изучаем астрологию. Мы изучаем мироздание, единение человека и космоса. Человек – венец мироздания и дитя космоса. Дитя, которое любит вся наша Солнечная система, потому что на планете Земля существует, так сказать, космический университет. Да, мы здесь учимся в школе жизни. 15 лет, 15 миллионов лет назад нам дали разум. И как этот разум развивается, какие планеты, духи планетов, ангелы планет, цивилизации планет принимают участие в наставничестве, в обучении нас, человеческой цивилизации, надземлян. Сегодня мы будем говорить об этом. Итак, я сделала скрин. И здесь Солнечная система, вы видите, да, в центре Солнца, Меркурий. Далее Венера. Третья планета Земля находится на своей орбите. Далее Марс. Получается, мы между двух зажатых. С одной стороны у нас Венера, с другой стороны Марс. Далее Юпитер. Это планета Джо Веди, мы о ней говорили. Планета добра. Планета уже высших наставников. И далее находится Сатурн. С одной стороны Сатурн очень строгий пастух. И с другой стороны он помогает нам отказываться от всего, чего не нужно. И вот смотрите, до 21 века, вы знаете, мой проект «Мудрость жизни 21» не просто так называется, потому что в 21 веке у нас совершенно другие энергии. У нас вчера были молнии такие, потом с утра был дождь, но сейчас парит очень-очень жарко. Так как тема обширная, мы не будем говорить только 25 минут, будем говорить столько, сколько понадобится. Итак, вот смотрите, что я здесь написала. Божественные пары, да, у нас существует. Это уран, который находится у нас сразу же. Сейчас я увеличу. Так, Юпитер, Сатурн. Уран у нас практически вместе с Нептуном, это уже, скажем, крайние планеты, да, в Солнечной системе. Так вот, божественные пары. Уран – это высшая октава Венеры. То есть уран работает в паре с Венерой. Нептун работает в паре с Меркурием. Меркурий находится ближе всех к Солнцу. Там очень высокоразвитая цивилизация, которым, да, нужна огненная энергия. Так, а Нептун находится уже, скажем, на границах Солнечной системы. И, с одной стороны, Меркурий передает нам свои энергии, Нептун их повышает, эти вибрации. Вот не просто так мы из эпохи эры водоли, рыбы, о которой нам вознаменовал Христос, да, это представитель иерархии, высшей иерархии Солнца. Мы, он нам дал новые знания. Мы о них тоже говорили. И вы все о них знаете, да, есть, существует у нас христианское течение, которое очень развито на Западе. Мы являемся частью западной цивилизации, скажем, германа, саксонской, потому что, с одной стороны, у нас Восток и Юг Востока, Индия, очень многие расы, у нас как это, национальности, скажем так, подрасы, национальности подрасы, когда выходили с Атлантиды, потому что она постепенно уходила под воду. За миллион лет практически она опустилась, и на этой территории сейчас находится Атлантический океан. Многие пришли на юг, скажем, да, Евразии, и потом уже рассеивались по территориям, по континентам, по островам в том числе. Вот. Итак, кстати, хотела сказать, учитывая то, что у нас сегодня 26 августа, понедельник, я не могу не прокомментировать арест Павла Дурова, автора и совладельца телеграм-канала, которые мы все по правам россиян считаем нашим русским, но смотрите, как все произошло. на землю приходят молодые, талантливые, нет, скажем так, молодые люди, а приходят души мудрые, талантливые, которые развивают для нас, землян, в 21 веке новые уровни без границ коммуникаций. У меня была, конечно, мечта посмотреть мысль, карту Павла и посмотреть, что там у него, но не будем тратить на это время, будем рассматривать это с точки зрения планетарного, эволюционного масштаба, да, вот как Нептун находится на границах и смотрит со стороны, так же и мы давайте будем учиться, как следователи, смотреть со стороны на ситуацию. Мне проще, конечно, учитывая то, что у меня есть уже этот навык, и как астролога, и как психолога, и как эмпата, и как человека, который очень много времени инвестирует в самообразование, но я вам подсвечу, как это можно сделать на двух примерах. Один короткий, могу вам сказать, что как люди смотрят на те или иные ситуации, да, у меня есть знакомая, которая 30 лет живет в Швейцарии, но на СВО она по сей день реагирует с криками. Ох, ах, вот, посмотри. Ну, наверное, почему? Потому что она родилась во Львове, и там определенная энергия, определенная информация всегда преобладала. Но, вот, например, на Рождество позапрошлом году мы сидели в центре города Луганова, вы знаете, я раньше жила в Швейцарии, и шли девушки молодые. Швейцария очень многих приняла, но, как я вам говорила, есть закон целесообразности, до Швейцарии доехали люди определенного уровня духовного развития, с определенным пониманием, да, поэтому я спокойно ходила по городу Лугану, они все говорят по-русски, мы со всеми здоровались, доброжелательно знакомились, да, что я не могу сказать, например, о том же Милане, и уж никак, наверное, в Польше, да, там на людей, на русскоговорящих нападали, там больше экстремизма, чем ближе к Украине, больше экстремизма, чем дальше, опять же, энергии в Швейцарии определенные были, сейчас они их тоже теряют, потому что на них идет воздействие западных различных манипулятивных историй ситуации, и вот она кричит, ах, ох, я недавно разговаривала со своим другом на берегу моря, я говорю, ну вот представь, каждую ситуацию мы должны учиться рассматривать именно с точки зрения исследователя, я говорю, вот представь, следователь, мы раньше очень любили детективы, это тоже нам давался определенный навык и видеть эту причинно-следственную связь, видеть, как убийца или вор, он делает вид, что он и не вор, и не убийца, и он обязательно будет обвинять кого-то другого, что делает сейчас блок НАТО, они говорят, мы не убийцы, но при этом они разжигают войны повсюду, замедляется, когда я на эту тему говорю, интернет, даже защиту, которую я уже поставила, ее недостаточно, потому что многие люди, большинство людей находятся под колпаком марсиана, о которых мы будем говорить сегодня, и, соответственно, в эфире, в энергоинформационном поле планеты Земля их на сегодняшний день большинство. И почему происходит вот это противостояние? Потому что они умирают, а умирать им не хочется. И вот. Представьте следователя, который приходит на место преступления и начинает кричать «Какой кошмар! Убили! Убили!» Нет. Этот человек следователь, он учится в школе милиции, в высшей школе милиции, изучает системы, да? Вот один из эфиров у нас есть с Виолеттой я записывала. Это девушка, которая первого сентября пойдет в одиннадцатый класс, и она рассказывала, можете посмотреть это передача, и так как у нее прекрасное красивое имя Виолетта, я поставила на заставку музыку из Травиаты, где главную героиню также зовут Виолетта. Она рассказывала, что она хотела быть патолого-анатомом. Так? Соответственно, есть люди, которые приходят на планету Земля уже с прокачанными кармическими энергетическими каналами, у них есть определенные свои уже, ну, можно сказать, предназначения, миссии, да? Ведь не просто так. Один человек выбирает копаться в трупах, да? Вот я, например, солнечная дева, мы боимся трупы. У меня киса один раз ночью принесла мышку и заиграла с ней до того, что она ее убила. Ну, представляете, во-первых, проснуться в 4 утра от писка мышки, да? И потом я уже смотрю, что мышка мертва. Это сейчас мы живем на 21 этаже, и киса сидит, у меня окна в пол, и она сидит и наблюдает за людьми, которые ходят, машинки, которые ездят, наверное, они для нее выглядят как мышки. А, мы раньше жили в доме в Швейцарии, я всегда оставляла открытым окно, там же тепло, там тоже пальмы, потому что я жила в Южной Швейцарии, рядом с Италией, кантон Тичино, об этом я тоже рассказываю, 1 августа был день рождения у Швейцарии, я вам рассказывала с точки зрения тоже мироздания, выбора, историю Швейцарии, в том числе, как она стала нейтральной, и как она этот нейтралитет потеряла вот буквально совсем недавно. Так вот, эта мышка мертвая, я, благо, дизайнер интерьеров, без пяти минут архитектора, у меня инженерные мысли, формы и логика развиты, во-первых, я напилась валерьянки, 4 утра, представляете, у меня на ковре лежит труп мыши, ну вот, скорпионы, вы, конечно, рыбке будете смеяться, но мне деве было вообще не смешно. Я, Даша, после этого перестала в гостиной оставлять это открытое окно, потому что мне вот эти сюрпризы, это уже был второй раз, первый раз, она ее замучила очень сильно, пришла горничная, у меня была Эдна, филиппинка, Эдна, нет, Эдна это вулкан на Сицилии, кстати, пробуждается, Эдна, филиппинка, вот, а они, у них другая энергетика, у азиатов, вот, она ее нашла там в подушках дивана, я визжала, убегала, прибегала, там вообще был пипец, вот, понимаете, у каждого своя энергия, у каждого свой опыт, и иерархия зодиака каждому из нас дает то, что надо мне, короче, я придумала, вот у меня есть коробка, да, салфеткой, милую, сейчас, спасибо, вот, у меня была такая квадратная коробка в Швейцарии, я выстригла верхнюю часть, накрыла ее, потом у меня была сумка-холодильник, вы знаете, как она выглядит, у нее такие пластиковые края, я ее открыла, и одела это, это длилось два часа, я два-три раза пила валерьянку, потом я эту мышь туда сдвинула, потом я пошла, взяла швабру, значит, швабра его так поддела, и еще на длину вытянутой руки вынесла, кинула этот пакет в сад, потом ждала этих садовников, которые пришли, они надо мной так смеялись, ну, вот так, да, соответственно, следователь, человек, когда выбирает бороться с убийством, с воровством, а нам Иисус сказал, не укради, не убей, да, по сути, кто это люди? Это антихристы, почему? Потому что, если в нас живет любовь, если мы опираемся и живем по законам мироздания, вы думаете, Моисею, например, когда давали законы, ему дали все 300, ну, естественно, люди с тем сознанием, атланты знали все, Моисей выводил народ из Атлантиды, не из Египта, ни из какого, не из плена, но им отключили память, флешку вытащили, обнулили компьютер, апгрейд называется, и поэтому им дали знания элементарные, чтобы они могли на новой, в новой расе, в пятой, в нашей, изучить, опять мы ломочало, начинаем все сначала, так вот, есть люди, которые борются с теми, тот или иной навык несовершенства устраняют, вот, например, мы, когда мы свое тело портим, да, через заболевания, через несчастные случаи, несчастные случаи, они тоже бывают в основном из-за того, что человек оказался не в то время, не в том месте, почему и зачем? Обычно, как и Моисею сказали, око за око, это закон, причин и следствие, если ты кому-то выколол глаз, тебе тоже выколят глаз, когда люди четыре тысячи лет, потому что арийская эпоха, когда мы были под овном, длилась длиннее, чем два, две тысячи лет под энергией созвездия рыб. Поэтому пришел уже Иисус и сказал, вам говорили око за око, и вы ничего не поняли, а я вам говорю, если вас ударили по щеке, значит, вы этого человека избили в прошлом воплощении, подставьте ему вторую щеку, дайте ему вернуть вам негативную карму, не бейтесь с ним. Так? вы должны уже начать понимать, что посеешь, то и пожнишь. Это и есть закон причины и следствия. Так вот, представьте, что у людей были навыки в предыдущих воплощениях, и он выбирает быть врачом, быть хирургом, лечить деток, быть патологоанатомом, быть следователем. Павел Дуров выбрал быть сеятелем, коммуникатором. Я уверена, что он не только по-меркуриански, да, но и благодаря Нептуну получил эти знания. гениями не рождаются, гениями становятся за 15 миллионов лет. Потом еще нас обнулили, да, после четвертой расы. Соответственно, вот наша раса существует сейчас по памяти, это все равно по любому числу пи. Ну да, 4 миллиона где-то с чем-то лет существует наша раса. И вот человек получил образование здесь, по-видимому, именно здесь в России. Опять же, я не буду вот этого методички. Нет, рассматриваем с планетарного с точки зрения. Именно здесь в России он мог получить те знания, по-моему, он Бауманку заканчивал, которые ему должны были для этого нужны. 18 лет придумал ВКонтакте или там в 17, да, брат его писал коды, насколько я понимаю, а идея, вот, всегда должна быть пара. Когда мы в паре, мы непобедимы. Почему моя книга называется «Он и она»? потому что и на наших занятиях мы будем говорить, что самое главное это гармония. И сегодня мы будем говорить, как мы разъединились и сейчас разделяя в лавскую это антихриста, люцифера, сатаны девиз. А наш девиз человека должен быть гармония, баланс во всем. Мы не можем отказаться от марсианской крови или железа. Нет, это пути нашей эволюции, это все наш опыт. Но сегодня у человека есть закон свободы, закон свободы выбора и воли. И мы все время обычно говорим о законе свободы, но сегодня мы будем говорить и о воле, потому что она закаляется, как сталь. Ее человек воспитывает из воплощения в воплощение. Ведь человек, который решает быть следователем, скорее всего в предыдущем воплощении, он был воином-освободителем, у него уровень и тяга к справедливости на достаточно высоком уровне, без страша. О страхе мы тоже постараемся сегодня поговорить, если нет, следующим. так так вот все, что надобно Павлу космос дал, потому что Павел, так же, как я, так же, как ты, он венец мироздания, он дитя космоса, и поэтому все иерархии, иерархия мудрости, иерархия зодиака, владыки кармы, дают ему его алгоритмы, его скрижали на эту жизнь. Дорогие друзья, сегодня мы начали говорить о планетарных октавах, о близком и далеком, о высоком и возвышенном. Эта тема заняла достаточно много времени, и поэтому данное занятие мы разбиваем на три, а может быть даже и на четыре части. В следующей части мы будем говорить также и об Илоне Маске, и о тех расах, и тех старших братьев, которые эти расы вели на планете Земля, а также о тех планетах, которые поднимают наше эволюционное развитие и ждут, когда мы поднимемся до небес нашим сознанием, нашим знанием, когда мы наконец-то поймем, что каждый человек это дитя космоса, и что как наверху, так и внизу. Давайте стремиться все выше, выше и выше. Вторая часть будет опубликована совсем скоро. До новых встреч на занятиях «Мудру жизни 21». Благодарю за внимание. Продолжение следует...